Собственно, на этом, по крайней мере, на какое-то время тему Ельцинского центра может было и прекратить. Но тут я натолкнулся совершенно неожиданно на интервью, которое дала новый директор Ельцин-центра Дина Сорокина. И вот это интервью как раз меня как-то несколько притормозило, и мне захотелось немножко в этом разобраться. Вот что я прочел. Это не только музей Ельцина, но и музей эпохи, музей времени. Мне кажется, мы достаточно объективно представляем наш материал. Вводный фильм называется «История России в поисках свободы», и он подан именно в этом ключе. Наш центр не только о прошлом, но и о настоящем, которое дает шанс на будущее. Я не против воспользоваться связями и пригласить в Ельцин-центр кого-то из американских деятелей. Да это может не понравиться уральским патриотам, и они выйдут на пикет. Но я не вижу ничего плохого в протестном мероприятии. Ведь это и есть одна из свобод, прописанной в Конституции Российской Федерации благодаря Ельцину. Ну, согласитесь, вообще довольно странное заявление директора музея, который говорит, что, собственно, наша деятельность, вот она так обозначена. Ну, а если будут протестовать патриоты, пусть выходят, пусть протестуют, это свобода. То есть априори она закладывает в деятельность музея нечто такое, что может не понравиться людям, которые, так сказать, исповедуют другую точку зрения. Причем, как она пишет, так сказать, патриоты, патриотическую точку зрения. Кроме того, когда директор музея, говоря о том, что объективно представленная история и вводный фильм «История России в поисках свободы» как раз и есть то самое, вот в этом ключе, собственно, истории должна подаваться, когда это просто, ну, просто фальсификация, ну, просто подтасовка. Это меня заставило, как бы, повнимательнее присмотреться и заглянуть в устав. А что же это за устав этого Ельцин-центра? Основными целями центра являются сохранение, изучение и публичное представление исторического наследия первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина в контексте новейшей истории развития демократических институтов и построения правового государства. Основными задачами центра являются популяризация позитивного опыта государственного строительства и становления и развитие института президентства в Российской Федерации как важнейшей составляющей этого процесса. Поддержка приоритетных направлений научных исследований в области истории и политологии, в том числе исследований по истории реформ, проводившихся в России в конце XX века. Вот хотя бы этот пункт, посмотрите. А поддержка приоритетных направлений научных исследований. Ну послушайте, ну опять я возвращаюсь к этому удивительному ролику, когда практически вычеркивается вся история страны. Звери, кровь, рабы, страх, насилие, ужас, грязь, мерзость, беззаконие и так далее, и так далее. И вот светлый луч в темном царстве – это только последнее время с приходом Бориса Николаевича Ельцина. Но если мы так вот ставим эту задачу, неужели же мы реально и серьезно можем рассматривать изучение истории на фоне этого ролика? Или вот, например, организует и проводит выставки, связанные с жизнью и деятельностью Бориса Николаевича Ельцина, участвует в организации и проведении иных выставок, соответствующих целям и задачам Центра. То есть получается, что вот портрет Михаила Сергеевича Горбачева, который висит в Музее современного искусства, это как раз вот и есть та самая выставка, которая соответствует задачам Центра. Ну и много другого. Осуществляет издательскую деятельность, организует и проводит конференции, симпозиумы, брифинги, круглые столы видных российских и зарубежных политических, научных и общественных деятелей, проводит культурные и просветительские мероприятия в Российской Федерации и за рубежом, привлекает добровольные пожертвования от российских и зарубежных граждан и юридических лиц, осуществляет иную просветительскую, образовательную, научную, исследовательскую, инвестиционную, консультационную, маркетинговую, производственно-торговую деятельность для достижения целей и реализации задач, предусмотренных настоящим уставом. Братцы, это фабрика снов, это огромный институт. Какова же основа? Какая точка отсчета? С какой позиции, с какой интонацией нужно рассматривать историю, так сказать, того времени и вообще нашей страны? Вот, например, на информационном стенде мы читаем. Республики покидают Союз. Распад СССР – итог длительного болезненного процесса. Беловежские соглашения лишь подводят черту под ним. После начала войны в Карабахе и столкновения советской армии с участниками демонстрации протеста в Тбилиси, Баку, Вильнюсе и Риге, «Республики провозглашают свой суверенитет и проводят референдум о независимости». Посмотрите вот на эту анимацию. Посмотрите, как разлетается огромная страна – СССР. И обратите внимание, что все это происходит как бы под ликующие возгласы тех, кто отделяется от большой страны. Что это, наконец, произошло. Слава Богу, мы этого всю жизнь хотели. Ну, помилуйте, но если мы говорим о объективности, да, все время слово «объективность», «правда», да, мы все время говорим об этом. Это задача центра. Ну, как же тогда можно вообще вычеркнуть из истории референдум 91-го года, когда 78% проголосовали за сохранение обновленного Советского Союза, и только 22% проголосовали против. А вот что было на самом деле. Продолжение следует... И над всем над этим красуется фраза Мориса Николаевича «Пробил последний час Советской империи». Какая просветительская деятельность? А теперь попробуем ответить на вопрос. Вот если знать все это, почему госпожа Дина Сорокина так, так сказать, шутя-играя, объявляет о справедливости, честности, объективности и так далее? Ответ оказался, мне кажется, довольно простым. Дело в том, что, как пишет сама Дина о себе в своей биографии, я родилась в Барнауле, прожила там до 14 лет. Потом мы с родителями переехали в Новосибирск. На третьем курсе университета я перевелась учиться в США. Сначала училась в Вашингтоне, потом в Нью-Йорке. Моей первой специальностью была литература. Потом я прошла магистратуру по специальности менеджмент и администрация визуального искусства. То есть большую часть сознательной жизни Дина Сорокина прожила в Америке. Когда происходили все события, о которых идет речь в Ельцин-центре, ей было там 6-7 лет, она не может испытывать вот того, что по-настоящему испытывали люди в сознательном возрасте, когда происходила такая гигантская ломка в стране. У меня возникает вопрос, слушайте, ну если мы хотим какой-то объективности, ну почему? Я ничего не имею против Дины Сорокиной. Дай Бог ей здоровья. Она милая, очень чудная, молодая, красивая женщина. Посмотрите на ее фотографии. Но почему именно девушка, которая прожила большую часть жизни в Америке, возглавляет в Екатеринбурге, в центре России, на Урале, Ельцинский центр? И может ли человек, который большую часть своей сознательной жизни прожил не в России, а в Америке, а выполнить эту задачу центра? И теперь я абсолютно точно понимаю, почему для Дины Сорокиной тот анимационный фильм, который мы все видели, является в общем реальным объективным фактом, как развивалась история России. Это проще, это надежнее, это выгоднее для всех тех, кто выполняет свою очень тонкую, очень определенную задачу работы институции Ельцинского центра на Урале. Следовательно, и развал Советского Союза, как он показан в анимации в музее, для Дины Сорокиной тоже является объективной правдой. А исходя из всех целей, задач и возможностей Ельцин-центра и фондов, которые существуют, по большому счету это называется НКО. По большому счету это так. Только гигантского размера и в общем-то под, так сказать, юрисдикцией государства. Учитывая все вышесказанное и опираясь на те материалы, которые есть в Ельцин-центре, если так уж совсем фантазировать, то в принципе форум «Свободная Россия» мог проходить не в Вильнюсе, а мог проходить там, в Екатеринбурге. Потому что точно так же наши оппоненты, собравшиеся в Литве, радовались развалу Советского Союза, что, собственно, подтверждено в Ельцинском центре. Следующим развалом должен стать развал самой России. Вот посмотрите этот ролик. Этому ролику больше 70 лет. Почему? Зачем все хотели завоевать Россию? Это Россия. По размерам самая большая страна в мире. Запасы сырья не ограничены. Население 193 миллиона человек. Вот три причины, по которым завоеватели в прошлой исторической эпохе покушались на Россию. Вот причины, которые заставили завоевателей современного написать следующее. Когда мы говорим о новых землях, мы говорим о России. Сама судьба направляет нас в этом направлении. Адольф Гитлер. Это информация. Это информация к размышлению. А достоин ли этот народ, который населяет эту страну, владеть такими богатствами? За что ему такое? Кто им дал такое право владеть вот всем этим, когда существуем мы, более достойные? Вот послушайте, как это звучит сегодня. О какой мировой справедливости может идти речь, когда такая богатая территория, как Сибирь, принадлежит одной стране? Мадлен Албрайн. Кандализа Райз. Сибирь слишком большой регион, чтобы она могла управляться одной страной. Джон Маккей. После незаконного признания России и независимости Южной Осетии и Абхазии, страны Запада должны подумать о независимости Северного Кавказа и Чечни. Збигнев-Бжезинский. Россию необходимо разделить на части. Тогда она будет состоять из рыхлой конфедерации Европейской России, Сибирской республики и Дальневосточной республики, которым по отдельности было бы гораздо легче устанавливать тесные экономические отношения с Европой, новыми центрально-азиатскими государствами и с Востоком. Однако какая-либо интеграция России в расширенный мировой порядок Запада невозможна. А теперь послушайте другие цитаты. Как они рифмуются. Всю территорию России нужно разделить на ряд государств с собственными правительствами, готовыми заключить с нами мирные договоры. Это указание Гитлера после доклада ему 3 марта 1941 года плана нападения на СССР, плана Барбароши. Надо разгромить русских как народ и разобщить их. Для этого А. Разделить территории, населяемые русскими, на различные политические единицы с собственными органами управления, чтобы обеспечить в каждой из них обособленное национальное развитие. Народам этих районов внушать, чтобы они ни при каких обстоятельствах не ориентировались на Москву. Б. Учредить особый имперский комиссариат на Урале, проработать вариант отделения Северной России и Центральной России, вести подготовку по возможности на разделение и обособление составляющих ее частей. Рейхсфюрер СС Гиммлер. Это дополнение к генеральному плану ОСТ. Ну как? Как это потрясающе рифмуется. Вы посмотрите, совсем немного времени прошло. И сегодняшний Запад вот просто, ну просто, одними словами говорят вместе с Гитлером, вместе с Гиммлером. Но не только слова и мысли, сказанные с разницей в 70 лет, рифмуются. Посмотрите, как это визуально выглядит. Вот немецкая карта, как представляла себе фашистская Германия, будущее нашей страны. А вот представление современное наших западных партнеров, как они представляют себе будущее России. А каким образом можно осуществить этот план? Мирным, условно говоря, путем. Если движение снаружи к достижению этой цели будет поддержано движением изнутри. Опыт уже есть. Именно так был развален Советский Союз. Вот послушайте. Вы все знаете, что многие годы я выступаю за демократическую революцию в Иране. Мне возражают, мол, это невозможно. Да ладно вам. Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошли какие-то 8 лет. И что нам понадобилось? Мы всего лишь взяли на зарплату и диссидентов, и все. Случилась демократическая революция, и страна разрушилась. Если уж мы таким способом смогли свалить Советскую империю, поддерживая какую-то горстку людей, выступавших за реформы, этих людей по пальцам пересчитать можно было. А вот голоса, которые звучат здесь. Открыто, спокойно, ясно. Абсолютно благодаря свободе слова, которое я глубоко поддерживаю. Но как это звучит для уха человека, который хоть немножко ощущает себя все-таки человеком рожденным здесь. Ну вот часто, когда я выступаю, мне задают вопросы, ну там, да, в связи с Крымом, когда это была полная эйфория, а я как-то пыталась говорить, что вообще-то это довольно опасно, никому не нужно. И люди звонили и говорили, а мы ничего, мы готовы пожертвовать собой, вот мы были бедные, останемся бедными. Но зато Крым – это наше святое и так далее. То есть какое будущее тогда своим детям, люди обрекают, тоже на бедность, во имя чего? Чтобы кусок этих камней под названием Крым был в составе России. Да, ну поезжайте туда отдыхайте просто так. Это всегда было возможно, и музеи там все работали, и, пожалуйста, домик Волошина, и Чехова, все что угодно, это море, и красота, и так далее. Понимаете, вот где нам с детства дают ложные ориентиры, где мы сами не сознавая, ну, собственно, себя прием сюжету, во имя чего? Честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по Уральскому хребту. Я тоже не думаю, что это неизбежно. Я не понял, я не понял. Я думаю, что разделится по Уральскому хребту. Я имею в виду, что, с моей точки зрения, что при том, как сегодня происходит развитие экономики, и в том числе развитие Дальнего Востока, мне кажется абсолютно неизбежным, что так или иначе Сибирь станет какой-то частью, ну, экономическим каким-то вассалом Китая. Мне кажется, это абсолютно неизбежная вещь. А вот еще вот волшебные мысли высказывают наши соотечественники. Например, Александр Минкин, журналист. Может, лучше бы фашистская Германия в 45-м победила бы СССР? Не слабо. А вот Евгений Ихлов, правозащитник, эксперт «Движение за права человека». Генерал Власов был прав. Лучшая участь для нашей страны это разделиться на этнические государства, высшим достижением которых будет интеграция в Западную Европу на правах трудновоспитуемых младших братьев. А вот посмотрите, как формулируют свои мысли по этому поводу люди, собравшиеся на форум «Свободная Россия» в городе Вильнюси. Мне кажется, нужно вот некую такую самооккупацию осуществить. Что это означает практически? Практически это означает, что, так сказать, условно говоря, там, функции избиркома передать ПАСЕ. Саму избирательную кампанию проводить под безусловным контролем, а может быть, даже организацией, там, международных каких-то организаций. Функции конституционного суда передать, там, ГААГи какой-нибудь. Да, это добровольный отказ от части суверенитета, от того, что сделали огромное количество европейских стран, вступив в европейское сообщество. Только мы это должны сделать добровольно, прекрасно понимая, что у нас есть такого рода риски, что мы больны шизофренией, и, в общем, видим то, чего нет в реальности. Внешняя сила – это единственный способ решения проблемы, и с этим надо смириться. А решать, как это будет устроено, я очень надеюсь, это будет происходить так же, как происходило в Германии и в Японии послевоенной. Ждать чуда не имеет смысла. Решение проблемы только внешней силой. А вот что вторит в пандан тем, кого вы сейчас только что слышали, журналист Андрей Мальгин. Вот что он говорит. «Вот я бы лично отдал под международное управление всю Россию целиком». Посмотрите, какая потрясающая логика. Какая, вы знаете, даже, ну просто, так сказать, восторг охватывает. Это позиция риэлторов. Просто такая риэлторская коммерческая позиция. Отдать, ну и получить процент. Мы управлять этим не умеем, народ, мы это не любим, не знаем, не хотим этой ответственности, не надо нам этого. Просто надо это развалить, вы приходите, забирайте, ну а мы за посредничество можем получить какой-то процент, чтобы просто наблюдать, как все это будет происходить дальше. Потрясающе, потрясающе. Еще занимательная вещь. Вообще, так это все промыслительно складывается. Вот Ельцин-центр построен в Екатеринбурге, так сказать, на Урале. Ну, недаром же, ну скажем, именно на Урал, по сообщению ria.ru, в Екатеринбург с визитом прибыла заместитель американского посла Лини Трейси. Все перемещения Трейси осуществляла в условиях строжайшей секретности, что весьма странно для дипломата. Трейси провела ряд встреч с главами других дипмиссий, а также представителями бизнес-сообщества. Американский дипломат подъехал к отелю на тонированном автомобиле Мерседеса с машины сопровождения машины были без номеров. То есть вообще, вообще в грош не ставится. Ничего. Даже законы страны. Потому что ощущение того, что, в общем-то, они дома. Они дома. Они могут без номеров ездить, спокойно, абсолютно. И никто их не остановит. Потому что это движение, которое зарождается, которое существует, оно однозначно построено на той мысли. Здесь живут люди, чьи законы и интересы учитываться не должны. Есть более высокие цели для более чистых людей. Так вот, когда мы говорим о форуме «Свободная Россия», это все видимая часть айсберга. Все это, в общем, даже как бы, ну уж не так и опасно. И не так уж и страшно. Но мне думается, что одна мысль, одна фраза, сказанная господином Каспаровым, мне кажется, сослуживает внимания. Именно геополитическое поражение создаст ситуацию, к которой мы должны быть готовы. Мне кажется, вот важно обсуждать, вот то, что мы сейчас, в принципе, делаем, и развивать тему о том, насколько мы готовы. Потому что Ленин не знал, когда это случится. Но, тем не менее, только у Ленина оказалась готовая организация, которая была уверена в том, что она может это сделать. Есть такая партия? Нет, нет, нет. Кстати, надо вспоминать, что было в стенограмме этого съезда, вот этого съезда Советов, когда, по-моему, Чиидзе со сцены спросил, нет такой силы в России, которая могла бы взять власть. И тут голос Ленин, есть такая партия, а дальше в стенограмме написано смех в зале. Вот они смеялись, а он готовился. То есть, вот поэтому, надо понимать, что эта ситуация возникает уже просто. Ну, я говорю, достаточно исторических аналогий, она возникает. Вот и мне кажется, как бы ни получилось, чтобы за этой иронией, смехом, снисходительностью не разглядеть главного, не разглядеть того, что это действительно видимая часть Айсберга, а есть невидимая. Невидимая. существующая, работающая, преподающая, работающая в средствах массовой информации, в руководстве, в банках, еще во многих, да практически во всех сферах нашей жизни. Вот те самые закладки, так сказать, тихого существования до поры до времени. Но, тем не менее, все время подающие вот тот самый ядовитый сигнал, как в окнах Авертона, давая информацию к размышлению, а зачем нам большая страна, а зачем нам быть единым народом, а почему бы нам не разделиться, а не лучше ли бы нам было без Москвы, а не лучше ли нам было уйти к немцам или к японцам, или к китайцам. И эта работа идет. Она идет. Сколько усилий, крови, жертв было положено для того, чтобы эту страну в течение веков складывать в единое целое, где говорят на одном языке, где существуют совершенно разные религии, но они существуют вместе, потому что это единый котел, объединенный, единой истории. Как складывалось, какими жертвами складывалась эта великая страна, неужели для того, чтобы вот так вот просто она разлетелась на осколок. А вот посмотрите на Бессмертный полк. Вот на эти портреты людей, которые погибли, а кто-то и не погиб, а кто-то еще жив. Портреты, которые несут в своих руках наши современники. Смогли бы они победить в этой страшной войне если бы хотя бы на секунду могли задуматься о том, что то, за что они клали свои жизни, может быть, вот так вот теми, за кого они их клали, отдано тем, с кем практически они воевали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok